Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также, друзья, ни в коем случае не упускайте возможности подписаться на наш телеграм-канал Амаркетс с торговыми идеями, ссылку на которую вы можете найти в описании к этому ролику. Очень много контента, который будет помогать вам в целом ориентироваться на финансовых рынках. Ну что ж, последний день, впереди выходные, это не может не радовать. Мое классическое напутствие, обязательно проведите их хорошо, поскольку в понедельник у нас начнется новая неделя, новые возможности, новый обновленный новостной фонд будут держать вас в курсе. Но главное, чтобы вы пришли и вернулись на финансовые рынки с хорошим настроением. Сегодня у нас насыщенный экономический календарь, можем пробежаться прям по нему сразу. Во-первых, первый релиз, на который обращаю ваше внимание, это роничные продажи по Англии в 9.00 по московскому времени. В начале этой недели я открыл повторно сделку по фунту против американской валюты. Это сделка в бай примерно там на отметках 1.41.80 и рекомендовал ориентироваться на цели движения пары выше уровня 1.43. Причем ранее я также комментировал цели отряда инвестбанков. И некоторые совпадают с нашими ожиданиями. Есть и уровни гораздо выше, там на отметке 1.45 и 1.46. Но все равно взгляд исключительно обычаи, он опирается с одной стороны на очень хорошую поддержку от слабого доллара, а с другой стороны есть крайне идеально сложившийся новостной фонд, позитивный, непосредственно по Великобритании. И здесь у нас очень много отчетов, которые мы продолжаем разбирать. На этой неделе были данные по рынку труда, данные по инфляции. Все эти релизы оказались лучше ожиданий. И в большей части из них мы нашли базу для потенциального решения британского регулятора не совсем в ближайшей перспективе, но через какое-то время рассмотреть возможность ужесточить денежно-кредитную политику. Сегодня розница, друзья, я думаю, что она точно не разочарует, потому что розничные продажи это отголосок, скажем так, от данных по инфляции. Потому что если растет индекс потребительских цен, то он логично опирается на более высокие показатели активности потребителей. А лучшим индикатором потребительской активности являются розничные продажи. Поэтому можно не смотреть на прогнозные значения, просто подключить логику причинно-следственной связи, которые транслируются из любого учебника по экономической теории и предположить, что сегодня статистика не разочарует. Далее в 11.00 блок данных по производственной активности европейских стран и в целом еврозоны. Здесь тоже в целом по прогнозам, как медианная оценка, мы ждем хорошие цифры. Это майские значения уже, поэтому не будем омрачать ожидания осознанием того, что на эту активность могли повлиять именно жесткие ограничения, которые действовали в рамках европейских стран. Но май это уже фактически ослабленный период по этим барьерам. Соответственно, никаких ограничений полного локдауна уже не было. И у производственной активности были возможности показать себя во всей красе. Поэтому эту статистику будем использовать для того, чтобы задрать евро, друзья, вместе с вами, совместными усилиями еще выше текущих значений. Сейчас евро котируется на отметке 1.22.33. Впереди важное сопротивление. Это сопротивление с начала этого года, друзья. Если мы сломаем уровень 1.22.42, то выше уже будут ценовые максимумы 2020 года. Но мне кажется, этот сценарий самым вероятным, потому что евро также пользуется поддержкой слабого доллара и опирается на хороший национальный фундаментальный фон. Далее снова эстафета перейдет к статистикам из Англии. В 11.30 сфера услуг Англии. Это вообще важнейший релиз по состоянию, на мой взгляд, экономики, потому что на сферу услуг сюда приходится больше 70% экономического роста. И по ожиданиям, опять же, сегодня хорошие цифры должны быть по этой сфере и дополнительная поддержка для британца. И на десерт текущей торговой сессии, на закрытие в 15.30 роничные продажи только уже по Канаде. Точно такая же логика, как и в ситуации с фунтом. По Канаде в рамках этой недели были сильные данные по инфляции, поэтому я думаю, что роничные продажи также не подведут. По паре USDCAD, надеюсь, вы помните, друзья, мы еще в коротких позициях с целями 1.20 и пара движется к этому целевому значению. Эта поддержка будет протестирована и я готов прям рискнуть поставить на то, что она очень быстро превратится в сопротивление. Если бы рынок нефти сейчас еще располагал к тому, чтобы на рынке было больше оптимизма, то USDCAD уже точно котировался бы в районе 1.17-1.18. Но рынок нефти, активно валится, и хорошо то, что мы пока что вне энергетического сектора. Рынок нефти 65.24. Я по-прежнему рекомендую не залазить пока ни в Brent, ни в WTI. Посмотрим, как будут обстоят дела на следующей неделе. Сейчас очень много неопределенности на рынках из-за ожидания прогресса более существенного, чем тот, который был достигнут накануне в переговорах по ядерной сделке. И среди факторов, которые оказывают давляющий эффект на нефть, это запасы, которые выросли тоже накануне. Я комментировал, что это значит и стоит ли ожидать роста запасов и дальше. Пересмотрите прошлый брифинг. Индия, рост количества заболевших и падение спроса больше чем на 20%. И вот ситуация по поводу ядерной сделки. Этот фон, конечно же, он располагает к тому, чтобы сейчас шортить. Но я не хочу, опять же, засиживаться или даже проявлять инициативу, открывать шорты после удачных лонговых сделок ранее. Я в целом отношусь к категории трейдеров-оптимистов, которые ставят на экономическое восстановление. Поэтому я не буду шортить дальше, даже если сделка между США и Ираном будет. Я просто впоследствии использую более оптимальный уровень для захода. Снова в длинные позиции. Индекс доллара 89.73. Вчерашний отчет по первичным заявкам на пособия по безработице 444 473. 473 тысячи – это прогноз. То есть реальные цифры лучше. Позитивные данные. И, пожалуйста, еще одна причина все-таки поставить на больший спрос в отношении рисковых активов американских фондов в рынках накануне. Впервые за довольно продолжительный период времени показал какие-то признаки роста. По индексу американской валюты ждем 89.66 и пробиваем этот уровень. Я тоже ранее об этом говорил. Золото 1900 – ближайшая цель остается. Все без изменений. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Всем пока!